Братья и сестры, мы приветствуем всех вас сегодня. Я бы хотел в самом начале прочитать текст Писания, и затем мы все вместе споем. Мы в последнее время, до Рождества, и вот сейчас уже после, особенно по вторникам, говорим много о Боге-отце, о Боге-сыне, вот мы сейчас проходим. И думая об этом, знаете, чем больше ты познаешь личность Бога, личность Иисуса Христа, тем больше у тебя запаса, за что можно хвалить Бога, за что можно прославлять Иисуса Христа, за Его жертву, за все аспекты этой жертвы, за праведность, которая меняется нам. И пение, с которого мы хотели бы сегодня начать все вместе, оно поможет всем нам просто высказать или спеть исповедание нашей веры в Иисуса Христа, в Бога-отца. Я прочитаю это первое послание Иоанна с 5 главы, с 9 стиха. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божие имеет свидетельство в себе самом. Не верующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Но свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь, не имеющий Сына Божия, не имеет жизнь. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господа Бога Отца Субтитры создавал DimaTorzok Иисуса Христа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисуса Христа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Наши голодные сердца» Ты тот, кого прославляет, тот, кого любит всегда. Да истинение и милость нашим голодным сердцам, о-о-о, нашим голодным сердцам. Ты тот, кого прославляет, тот, кого любит всегда. Да истинение и милость нашим голодным сердцам, о-о-о, нашим голодным сердцам. Да истинение и милость нашим голодным сердцам. Вчера хотим поблагодарить всех, кто пришел, поучаствовал с нами на общении. Всегда эти хорошие возможности быть вместе, общаться и просто проводить время. Было рейкап хорошее, кто бы там был, я уверен, что вы себя видели много на фотографиях и видели других также. Если вы не имели возможности, я думаю, на YouTube оно будет, скоро будет available, как говорится. Перед тем, как мы прочитаем Священное Писание, у нас есть одна молитвенная просьба нашего брата Юрия Мельникова, дочь Оля. Она себя плохо чувствует, прошлой ночью что-то со здоровьем случилось, детали мы не знаем, но просто будем молиться за эту сестру, чтобы Бог исцелил, облегчил ее и облегчил ее здоровье. Если у вас есть с собой Священное Писание, откройте, пожалуйста, пятую главу Римлянам. Римлянам пятая глава. Пока вы открываете, я хотел бы просто сказать, что пару недель тому назад мы с молодежью проходили эти главы, и пятая глава, она очень интересная тем, что она говорит или говорит о нашем оправдании. По-английски это слово justification. И это термин или это слово, которое говорит о нашем стоянии или нашей позиции перед Богом. И когда человек оправдан, то есть очень много, как сказать, бенефитов или много плюсов к этому. И эта глава, она только об этом и говорит. Она говорит о результатах нашего оправдания через Иисуса Христа. И когда мы будем читать эту главу, мы прочитаем просто полностью всю главу, я хочу, чтобы мы вместе смогли заметить, какие результаты нашего оправдания перед Богом. Какие плюсы, какие у нас есть бенефиты от этого, и как это может изменить нашу жизнь, как это может помочь нам любить Бога сильнее, как это поможет нам хвалить Его, благодарить Его и молиться Ему. Прочитаем с первого стиха Римляна пятой главы. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постражает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизабыто чувствует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. «Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизабиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». Помолимся. Дорогой Иисус, мы Тебя благодарим за Твою любовь и милость к нам, за то, что Ты даровал нам возможность опять собраться вместе, и мы можем петь, мы можем молиться, можем слышать Твое Слово, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты нас собрал с разных концов мира, с разных стран, с разными идеями и бэкграундами, и у нас все мы разные, Господь. Но у нас соединяет одно – это наша вера в Тебя, Господь. Мы Тебя благодарим за эту возможность собираться вместе, за то, что нас никто не гонит, можем свободно собираться, можем свободно слушать Твое Слово, читать его. Я хочу, Господь, Тебя благодарить за то, за это напоминание в римлянном, которым мы прочитали, Господь. За то, что в Тебе мы имеем это оправдание. Когда мы верим Иисусу Христу, когда мы верим в ту благодать, которую Ты даруешь, Господь, мы имеем, или наша позиция перед Тобой, она правильная, она чистая. И мы, когда стоим перед Тобой, когда мы оправданы, Господь, мы имеем мир с Тобой. Мы не должны бояться Твоего гнева. Мы примирились. Мы с Тобой спасаемся, Господь. Если через одного человека, через одного дома вошел грех в этот мир, Господь, то через Тебя вошло спасение, через Тебя вошла праведность, через Тебя вошла благодать, Господь. И это ничего, что мы сделали. Мы этого не достойны, мы не достойны ничего, что Ты нам даруешь, Господь. Это просто дар, которым здесь описывается, который Ты нам просто даешь. Мы Тебя за это благодарим, Господь. Благодарим за эту возможность примириться с Тобой, иметь опять отношение с Тобой, которое хорошее, которое Ты предназначил с самого начала. Я Тебя прошу, Господь, Ты работай в наших сердцах. Есть братья и сестры здесь, которые имеют это отношение с Тобой, Господь. Я прошу, Ты работай. Помоги нам видеть сегодня, увидеть Твою благодать сегодня, Господь. Увидеть Твою милость и любовь к нам. Веря тому, что Ты нас любишь, Господь. И через Твое Слово, и постараться, Господь, и через Твою силу изменить наши отношения еще лучше, еще сильнее к Тебе, Господь. И есть, конечно же, те сердца в этом месте, в этой комнате, Господь, с нами, которые, может, Тебя еще не знают, которые не имеют этого отношения, или отношения, которые, оно все описывается просто гневом, Господь, и неправедностью. Я прошу, Господь, Ты коснись этих сердец. Ты не дай им уйти просто спокойно. Помоги, чтобы они услышали сегодня истину, которая изменит их сердца, Господь, которая не даст им покоя, пока они не придут к Тебе. Мы верим в Твою силу, мы верим в то, что Ты имеешь силу изменять наши сердца. Мы просим Тебя, Господь, Ты благослови наше общение, наше полностью все служение, слово, которое будет сейчас проповедано, Господь. Духом Святым, работай в нас, Господь. Мы Тебя благодарим и любим. Слава Тебе за все. Аминь. Пожалуйста, можете садитесь. Мы сейчас будем участвовать в материальном служении, также выслушаем слово пение. Аминь. Аминь. Продолжение следует... 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 Держит он меня. 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 Благодаря им я, держит он меня. Который имеет очень твердую уверенность в Боге. Это то, в чем мы очень сильно нуждаемся, каждый из нас. Мы с вами возвращаемся сегодня к нашему возлюбленному посланию Петра. Уже целый месяц или с начала декабря мы с вами праздновали Рождество, праздники. И наконец-то возвращаемся в наши церковные будни. Но я думаю, это будет не менее благословенное время, где мы можем возвратиться опять в изучение наших стих за стихом этого удивительного, замечательного послания, первого послания Петра. Я напомню, что мы сейчас с вами находимся в очень важной части этого послания, в которой Петр затрагивает, наверное, одну из самых сложных сфер христианской жизни. И это сфера страданий, или точнее даже не просто страданий, не просто каких-то физических страданий, но он здесь говорит именно о несправедливости, которую очень часто приходится переживать христианам на этой земле, несправедливого отношения к ним. Вы знаете, согласно своей великой мудрости, Бог так определил, что спасая человека, Бог не забирает его с этой земли. Он не переводит его мгновенно в небо, и даже он мгновенно за один день не избавляет его от греха. И вместо этого он дает ему продолжать жить на этой земле, продолжать жить среди людей, которые поражены грехом. Он ему дает продолжать жить в мире, который проклят грехом, который испытывает проклятие греха на себе или последствия этого проклятия. И среди этого всего Бог не просто дает нам жить здесь, нам нужно всегда помнить, что через это Бог каждый день, потихоньку, постепенно, Он преобразовывает нас в образ Своего Сына. Он работает над нашими сердцами. И вдобавок ко всему этому, посреди этого всего еще процесса, нам нужно не только пережить этот процесс, нам нужно не просто как-нибудь вот якобы как-то проковылять этот земной путь духовного преображения. Писание говорит, что при всем этом Бог еще возлагает на нас определенную ответственность, чтобы влиять на этот мир, чтобы влиять на неверующих людей, которые нас окружают. И мы это делаем посредством двух путей. Если вы помните, мы говорили во второй главе, он говорит, что Бог спас нас, он говорит, вы род избранный, дабы возвещать совершенство. То есть, естественно, непосредственно, как мы достигаем влияния на окружающий мир, в первую очередь через наши слова, через проповедь Евангелия, которая написана, что это сила Божия ко спасению всякого человека. Но вот большинство этого послания, именно этого послания, первого послания Петра, Петр здесь фокусирует наше внимание на другом аспекте нашего влияния. Это наша с вами практическая жизнь. Это то, как мы живем в обыденных ситуациях жизни, то, как мы реагируем на всякие сложности в жизни. Я хочу напомнить нам стихи, так как уже прошел месяц, я хочу, чтобы мы не потеряли стих, от которого Петр отталкивается, чтобы продолжить ту мысль, о которой мы будем говорить сегодня. Я напомню, 11 стих этой второй главы, пожалуйста, вернитесь в эту главу на несколько стихов, посмотрите. Петр говорит, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые ваши дела, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. И вот отталкиваясь от этого, он дальше приводит несколько конкретных ситуаций, в которых христиане могут это делать. Он говорит, если вы сталкиваетесь с государством, даже несправедливым, даже с нейроном, который был далеко не святой человек, очень был нечестивый человек. И он говорит, будьте покорны всякому человеческому начальству, царя чтите, оказывайте должное уважение государственной власти. Потом он говорит еще об одном очень важном примере, очень известном для того мира, это рабы и господа. И он говорит, даже когда вы находитесь в рабстве, или на то время, как я уже сказал, это было очень распространенное явление, даже если у вас господин есть несправедливый, вы все равно должны ему подчиняться. Вы все равно должны его почитать, как Богом поставленную власть в вашей жизни. И вот посреди этой секции, кстати, в следующий раз или через воскресенье, мы с вами уже будем смотреть потом на третью главу, там он приводит еще одну очень важную ситуацию, жен. Мы понимаем, что в первом веке многие люди, только одна сторона в браке обращалась к Господу, и вот некоторым женам-христианкам приходилось жить с неверующими мужьями, которые также поступали с ними несправедливо. И он также учит потом их правильно жить и оказывать влияние своей жизнью на этих мужей. Но вот посмотрите, посреди всей этой секции находятся стихи, на которые мы будем сегодня с вами смотреть. Петр здесь посреди всего этого представляет для нас наивысший и наилучший пример того, как реагировать на несправедливость со стороны людей. И это пример Иисуса Христа. Это пример нашего Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, несправедливость, я думаю, что вы все согласитесь, что из всех сложностей, которые можно пережить, можно пережить голод, можно пережить финансовые кризисы, можно пережить всякие разные ситуации в жизни, трудности. Но вот одна из самых сложных ситуаций, которые нам вообще, любому человеку сложно пройти, это несправедливое отношение к нам. Как уже было сказано в прошлой проповеди, когда я смотрел на это первое послание вместе с вами, очень часто человеку вообще не свойственно нести ответственность за свои действия. Помните, мы с вами говорили о том, что даже человек, который превышал скорость, и ему предстоит предстать перед судьей, и в принципе все легально, все правильно, он за свои глупости несет ответственность. Но он там, даже там возмущается и говорит, не люблю полицию, не люблю власти, потому что вот они меня наказывают. И вот каждый человек, он пытается как-то, чтобы ему там скосили там срок или скосили хоть немножко того же самого тикета. Это когда мы говорим о справедливых страданиях. Но вот здесь Петр говорит вообще о другом противоположном экстриме. Это тогда, когда человек страдает, и его абсолютно наказывают за то, в чем он абсолютно невиновен. И самое сложное, наверное, вот именно с этим сталкиваться. Сталкиваться с несправедливыми обвинениями, когда ты точно уверен, что правда на твоей стороне. И вот здесь возникает, конечно, естественный вопрос, как правильно христианин должен на это реагировать, используя эту ситуацию, вдобавок ко всему. Не просто, чтобы отстоять свою невиновность, а чтобы еще своим поведением, своей реакцией оказать влияние на людей, даже на тех, которые его обвиняют, чтобы они в итоге прославили Бога. Друзья, я просто хочу нарисовать перед нами масштабы задачи, которые перед нами стоят. Это не просто так. Я готовлюсь к этой проповеди, я просто еще раз углублялся в то, насколько все-таки здесь Петр говорит об инопланетянинах. О людях, вот если нам так жить, мы действительно будем, друзья, настолько отличающиеся от философии и от образа мышления этого мира. Это очень сложно сделать, но, к счастью, друзья, у нас есть для этого возможность. У неверующих людей этой возможности нет. У нас эта возможность есть. Бог однажды пришел на эту землю, Он стал человеком, и Он прожил идеальную жизнь, в которой Ему приходилось сталкиваться со всем тем, с чем мы с вами сегодня сталкиваемся. И вот Петр, говоря об этих ситуациях в жизни христианина, ссылается именно на пример Христа. Давайте посмотрим на этот пример. Я прочитаю с 20-го. Мы сегодня посмотрим только с 21-го по 23-й стих, но я прочитаю с 20-го. Петр говорит, ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делает добро и страдая терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лестью в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Посмотрите, как в 21-м стихе, самое первое, что здесь делает Петр, он утешает здесь христиан тем, что несправедливое страдание, с которыми они сталкиваются, это не случайность. Кстати, друзья, заметьте, сколько раз уже эта мысль повторяется в этом послании. Помните, начиная с самой первой главы, самых первых стихов, он говорит, вы были избраны по предведению Божьему, и Бог определил вам находиться в этой местности. Мы говорили, как он с самого начала пытается сказать, что это не просто сошлись так звезды, это не просто вот здесь вот нейрон неоткуда взялся. Все это послание вот до сих пор мы видели несколько раз, он показывает, как все это не случайность. И здесь он делает то же самое. Он говорит, ибо вы к тому призваны, призваны страдать несправедливо. Вы знаете, вот эта фраза, вы к тому призваны, очень часто встречается в Библии, чтобы описать вещи, которые сопровождаются вместе со спасением человека. Я вам приведу несколько текстов. Посмотрите, 1 Коринфянам 1.9 написано, верен Бог, которым вы призваны в общение с Сына Его Иисуса Христа Господа нашего. То есть речь идет о чем? Об особом призвании, посредством которого Дух Святой касается человека, возрождает его. И вот апостол Павел, если Петр говорит, что когда это призвание происходит, вместе с этим призванием идет package. Может быть, знаете, американское есть такое выражение, it's part of the package. It's a package deal. И вот когда что-то это package deal, вы не можете просто вот этот package разделить и сказать, что I'll take only this half. Я только вот эту половинку возьму, а то не возьму. Он говорит, что когда мы были призваны быть спасенными, он говорит, самое первое, посмотрите, он говорит, вы были призваны в общение. То есть one of the package deals или часть этого package deal – это общение с Сыном. Это удивительный package. Это очень классная вещь, которую мы радуемся этому. Ефесянам 4.4 «Одно тело и один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания». То есть вместе со спасением package deal идет еще и надежда определенная. В Колоссянам 3.15 написано «И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле». То есть мы призваны еще и к миру Божьему, который может сегодня увладычествовать в нашем сердце. Если вы внимательно сделаете исследование этой фразы, вы видите, что она очень часто встречается в Библии. Друзья, я этой фразой просто хочу показать, что спасение – это не просто билет в рай. Вместе со спасением идет еще package определенный. И вот часть этого package – это несправедливое страдание. Если вы христианин, вам невозможно избегнуть несправедливых страданий в вашей жизни. Я сейчас не говорю, что все мы будем страдать, как первая церковь. Мы далеко находимся сегодня от этого. По разным причинам. Друзья, но какого-то рода несправедливость, если вы хотите жить благочестиво, вам чего-то это будет стоить. Вы будете терять то, что вы могли бы иметь, если бы вы не были христианином. И посмотрите, он говорит здесь, почему это так? Why it has to be a package deal? Почему без этого никак? Посмотрите, он говорит, вы к тому были призваны, потому что и Христос пострадал за нас. Фраза «за нас» говорит, что он страдал не за свои грехи. Он страдал несправедливо, он страдал за наши грехи. И он это сделал, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. В прошлое воскресенье, если вы помните, мы с вами говорили о добром пастыре. 22 Псалом, и там были такие слова, что он направляет меня на стези праведности, помните? И вот было сказано, что Бог направляет не просто палкой и показывает, так, ты иди туда, ты иди туда. Нет, он направляет хигайдзме, он идет впереди. И он говорит, пошли за мной. И вот здесь вот Петр то же самое говорит. Он говорит, он пришел на эту землю специально, чтобы проложить для нас путь, чтобы мы шли по следам его. Несколько текстов, которые об этом очень ясно говорят. Иоанна 15, 20. Иисус говорил, помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Другими словами, если меня не воспринимали, будут не воспринимать и вас. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Друзья, христианство – это жизнь, в которой христианину нужно пройти по следам Иисуса Христа. Очень интересное слово. Здесь пример. В первом послании Петра во второй главе, в 21 стихе. Я хочу просто это слово. Оно только здесь используется в Новом Завете, в греческом языке. Это слово хупограмос. Может быть, вы слышите в этом слове слово грамос, что-то связанное с грамматикой или с писанием, с письмами. Так вот, друзья, хупограмос – это текст или рисунок, который кладут под прозрачную бумагу, чтобы можно было обвести точную копию. Я сделал именно такое определение этому слову. Может быть, приходилось вам в детстве, да, вы знаете, что это такое. Вот сейчас у меня дочки проходят в школу, или одна только дочка пока что, Софья, да. Иногда приходится, и она приносит, и вот ей нужно обвести буквы. У нее уже образец есть. Есть этот хупограмос, который нужно просто поставить и обвести эту букву. Друзья, это очень глубокое слово. Это не просто пример. Это не просто вот какой-то, ну, в русском языке пример, я думаю, недостаточно яркая иллюстрация, друзья. Но вот в греческом языке хупограмос – это не просто на что мы смотрим, а мы ставим вот эту вот бумагу прозрачную, и мы обводим буквально образ жизни Христа нашей с вами жизнью. Я хочу сегодня с вами посмотреть на некие принципы этой жизни. Как Христос реагировал на несправедливое отношение к Нему? Вы знаете, говоря об этом, очень часто люди ищут определенную формулу. Они говорят, как реагировать на справедливость? Нужно просто молчать. Нужно просто спрятаться, проявлять смирение и ничего не говорить. Это одна формула. Другие говорят, нет, нужно обязательно говорить. Если ты будешь молчать, тогда люди никогда не узнают истину. И вот наоборот, признак любви к этим людям, что ты будешь им говорить там, где они не правы. Друзья, и вот опасность в том, что мы ищем какой-то абсолютный шаблон в том, что в Библии мы его не находим. В Библии мы его не находим. Мы вчера слышали одно из свидетельств, одна сестра делилась тем, что она, читая Новый Завет, она видит вот этот вот определенный паттерн в том, что Христос не всегда молчал. И он не всегда говорил. Были моменты, когда ему нужно было молчать, были моменты, когда ему нужно было говорить. И другие божьи мужья то же самое делали. Помните, однажды апостол Павел, когда-то он молчал, а когда-то он защищал свое апостольство. Когда он предстоял перед Агриппой, когда он предстоял перед Феликсом, он говорил вещи в свою защиту. Сам Петр, который пишет вот это вот послание, однажды стоял перед правительством, которое ему говорило, перестань проповедовать Христа. И он говорит, ну, мужи, мужи, рассудите сами, кому мне должно больше служить, вас или Бога. Таким образом, друзья, мы не можем извлечь каких-то абсолютных правил для этого вопроса. И сказать, что единственная правильная реакция, это просто закрыть рот, где-то спрятаться в углу и просто ничего не делать. Так не поступали ни Христос, ни его ученики. И, кстати, когда мы говорим об этом вопросе, вы очень часто встретитесь, возможно, вы встречались с людьми, которые просто вырывают одну какую-то ситуацию и говорят, ну, посмотрите, вот Христос молчал. И, ну, действительно, в той ситуации Христос молчал, а где-то он столы переворачивал, а где-то он не просто не молчал, а он обличал очень строго книжников и фарисеев. Друзья, и, конечно же, для того, чтобы знать, вот когда что делать, для этого нужна мудрость. Для этого нету вот каких-то, ну, какой-то формулы, вот ты взял, знаете, кто из вас занимается математикой, и вот есть классное дело с формулами. Там вставил номер, и вот у тебя всегда вот все очень просто, все очень степ-бай-степ разложено. Но, вы знаете, здесь нужно быть движимыми определенными принципами. И вот мы сегодня с вами посмотрим не на формулу, а на принципы сердца человека. Что должно руководить нашим сердцем, тогда, когда мы встречаемся с несправедливыми страданиями? Немножко раньше в этой главе, посмотрите со мной на 16 стих, Петр говорит, что нам нужно это все проходить как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. И вот размышляя здесь над этим текстом, я увидел здесь три принципа свободы, которая движила Иисусом Христом всякий раз, когда он встречался с несправедливостью в своей жизни. Давайте посмотрим на эти принципы. Самый первый принцип – это свобода от вины или свобода от греха? Свобода от вины. Посмотрите, как апостол Петр говорит вот в 22 стихе, что он не сделал, вот при всех обвинениях, которые были в его адрес, он говорит, он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Дорогие друзья, самое главное, что человек должен знать, что он должен осознавать и помнить тогда, когда он сталкивается с несправедливыми страданиями, он должен быть уверен, что эти страдания действительно несправедливы, что они незаслуженные. Как уже было подмечено в прошлой проповеди, есть моменты, когда люди страдают, и они страдают по своей глупости, и они называют это страдание за имя Христа. В истории есть очень много таких примеров. Не об этих страданиях идет речь. Здесь речь идет о незаслуженных обвинениях со стороны людей. Если это контекст государственных властей, и они вас в чем-то обвиняют, и вы имеете какую-то долю вины в том, что они говорят, не нужно это называть страданиями за Христа. Если взять другую ситуацию, которую Петр описывает здесь, слуги и господа, может быть, в наше время будет более понятно, если мы поговорим о рабочем и хозяине на работе, или менеджере, или начальнике. И если ваш начальник, если вы ходите на работе, вы слушаете весь день проповеди, и это мешает вам совершать вашу работу, и из-за этого начальник выписывает вам какой-то штраф, или делает вам замечание, не нужно это называть гонениями за Христа. Потому что вы переживаете не несправедливое страдание, а справедливое за то, что вы не выполняете то, за что вам оплачивает начальник. Деньги. Дорогие друзья, в любой ситуации, где вы встречаетесь с несправедливостью, «Ничто не даст вам больше силы и уверенности пройти эти страдания, чем внутренняя уверенность того, что вы перед Богом невиновны в том, в чем вас обвиняют люди». Если у вас этого не будет, друзья, то у вас никогда не будет уверенности, вы будете шататься, вы устанете всем повсюду доказывать, что вы невиновны, и в итоге люди это сами увидят, что вы слишком сильно переживаете об этом, что вы никак не можете успокоиться, и что для вас самое главное в жизни – это то, что о вас подумают люди, а не то, что о вас думает Бог. Дорогие друзья, если вы проанализируете внимательно жизнь Иисуса Христа, вот те три года, может быть, немножко больше, которые Он провел в служении, вы увидите, что Иисус Христос, Он очень много сталкивался, Он постоянно жил в атмосфере, где Его постоянно в чем-то обвиняли, что Ему предъявляли самые разные ложные обвинения. Помните, кто-то Его обвинял в том, что Он изгоняет бесов там силою дьявола. Кто-то говорил, что Он пришел здесь для того, чтобы просто какую-то свою там эгоистичную программу продвинуть, вот, и Он постоянно говорил о том, что нет, я творю волю Отца Моего, но Ему приписывали в том, что Он просто хочет занять место там книжников и фарисеев, забрать в них какое-то положение. Ему приписывали, некоторые вообще говорили, что Он вышел из себя, что Он ненормальный, из crazy. То есть всякие разные обвинения, но вы знаете, хотя Христос не всегда молчал, было время, когда Он отвечал тем же книжникам и фарисеям, помните, Он пытался логически даже рассудить с ними, и Он говорил, подумайте сами, может ли сатана изгонять сатану, если царство разделится само в себе, оно же не устоит. Помните, Он многие места Писания пытался предъявить им для того, чтобы как-то показать им, что они абсолютно, они знают букву Писания, но они так и не поняли сущности, самую главную идею, которая там была заложена в том или ином тексте. Но вы знаете, самое главное, что мы видим в образце жизни Христа, это то, что Христос при этом всем абсолютно свободно продолжает совершать свое служение. Он абсолютно независим от книжников, от фарисеев, от обвинений. Он это все делает, друзья, без паники, он делает без лишних споров и без глупых реакций. И, друзья, причина этому заключается в том, что Петр говорит здесь, что он не сделал никакого греха. Он не сделал, в его устах не было лести, не было лжи, он твердо понимал, почему он здесь, и он был слишком занят, чтобы творить волю Отца, совершать свое дело на этой земле. Он был слишком занят этой миссией, чтобы устраивать справедливость на этой земле. Уверенность в его невинности давала ему свободу спокойно стоять перед Пилатом, друзья. Христос, если вы просто очень интересно проанализируете в Евангелии от Иоанна, по-моему, в 17 или 18 главе, когда Христос стоит перед Пилатом, посмотрите, насколько он свободен. Это свобода просто смотреть ему в глаза, вести спокойный диалог. Христос не боится встречаться с людьми, иметь диалоги какие-то, иметь какую-то дискуссию, хотя против него было очень много обвинений. Друзья, проблема многих сегодня христиан в том, что и вообще не только сегодня, это была всегда такая проблема в истории церкви, если вы ее изучаете. Причина, почему в истории так много было незрелой реакции на несправедливость, это потому что люди пытаются добиться справедливости человеческими методами здесь уже на этой земле. И где-то они допускают при этом ложь, где-то они допускают при этом лукавство, какие-то человеческие методы, и в итоге они сами загоняют себя в тупик, они входят в систему, может быть, или в такой режим самозащиты, где ты не можешь подойти к человеку, ты не можешь подъехать, ты не можешь начать разговор. И все потому, что где-то глубоко такой человек не свободен. Он не свободен от вины. Он не может иметь вот эту вот открытость, вот эту вот свободу. Когда мы с вами смотрим на жизнь Христа, я хочу заметить, что хотя Христос не всегда пытался оправдаться от ложных обвинений, очень многие люди, которые окружали Его, они были убеждены в Его невиновности. Я приведу вам, может быть, самый яркий пример. Это, посмотрите, слова Пилата. Марка, 15 глава, 9-10 стих. Он сказал им в ответ, «Хотите ли отпущу вам царя Иудейского? Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти». Друзья, вот я не знаю, что было особенного в поведении Христа. Он многое не сказал. Но вот как он стоит перед Пилатом, как он видит этот диалог, дало Пилату, абсолютно неверующему человеку, язычнику понять, что этот человек невиновен. В нем нет греха. Вспомните разбойника, который на кресте. Он, наверное, меньше всего провел время с Иисусом Христом. И вот он висит, и за несколько этих минут это хватило ему, чтобы понять, что он ничего худого не сделал. Я не знаю, что было в его поведении, друзья. Я хочу просто показать нам, посмотрите, Луки 23 глава, 40 стих. «Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда я сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Друзья, вот она свобода от вины, от греха. Когда человек знает, что он страдает, но он страдает не за свою вину, и это видно. Люди, это влияет на его реакцию. Вы знаете, даже Иуда, предатель Христа, хотя он предал его, хотя он получил за это деньги, но вы знаете, 27 глава, посмотрите, 3-4 стих. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Дорогие друзья, Иуда тоже в конечном итоге понимал. Я думаю, что он понимал, что он делает еще, и когда он предавал Христа. Но в итоге его совесть просто не выдержала этого давления. Дорогие друзья, я не обещаю вам, что люди всегда будут видеть вашу невиновность, когда вы несправедливо страдаете, но то, что я пытаюсь здесь показать, то, что когда человек живет с чистой совестью, это обязательно окажет влияние на то, как он себя ведет. Друзья, и наша, кстати, надежда должна быть не то, что все должны увидеть это, а наша надежда на то, что Бог это знает. Вот где наш якорь, вот где наше упование. Посмотрите, как апостол Павел, я хочу привести еще пример апостола Павла, как он писал о своей жизни. Многие из вас помнят историю второго послания Коринфянам. Помните, когда я делал обзор этому посланию, я говорил об этом. И во втором послании Коринфянам обстоятельства были таковы, что Павла в коринфянской церкви появились лжеучителя, они стали клеветать Павла, они стали его в чем-то обвинять. И апостол, очень любя эту церковь, он пытается защитить свое апостольство здесь. Он не молчит. Он целое послание пишет для того, чтобы показать им, что он является настоящим апостолом, а эти люди обманщики. Это была одна из ситуаций, где нужно было говорить. Второй Коринфянам, 1 глава, 12 стих. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, особенно же у вас». Он говорит, вы сами это знаете, вы сами это видели. Несколько раз в этом послании Павел ссылается на свидетельство его личной совести. Если вы прочитаете книгу «Деяния», вы также увидите, как когда Павел стоял перед Агриппой, когда он стоял перед Феликсом или перед Синедрионом, он тоже несколько раз повторял, посмотрите, вот подобные слова, «Деяние 24, 16» «Посему и сам подвязаюсь, всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Дорогие друзья, в этом сила христианина. Если у вас, если вы будете страдать или прикрываться своими страданиями, что это вы страдаете за Христа, но вы будете где-то скрывать какой-то грех, и этот грех будет неисповеданный, вам очень сложно будет перенести эти страдания. Посмотрите, как в 4 главе Петр говорит, что нам нужно больше всего переживать, чтобы мы не страдали за наши грехи. 1 Петра 4, 15 написано, «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но проставляй Бога за такую участь». Друзья, вот от чего нам нужно быть свободными. Свободными от греха перед Богом. Итак, это самое первое качество личности христианина, которое способен правильно переносить несправедливые страдания. Второе, это не менее важный фактор, это свобода от людей. Первое, это свобода от вины. Второе, это свобода от людей. Или точнее, можно было это назвать свобода от манипуляции людьми. Вы знаете, друзья, что самые слабые люди на этой планете, это порой люди, которые выглядят самые сильные. Вы знаете, есть такая категория людей, которых называют бандитами, вот, братвой, да, в некоторых случаях, всякого рода их называют авторитетами. Так вот, вы знаете, что это очень слабые люди. Хотя они имеют много оружия, хотя у них есть, может быть, большие возможности и связи, но люди эти, внутри очень сильно слабые, и этих людей очень легко манипулировать. Гордых, напыщенных людей очень легко манипулировать. Такого человека очень легко, например, заставить убить другого человека. Такого легкого человека очень раздразить. Просто подорви его в авторитет, в толпе людей, и он себе не будет находить места. Он не сможет разумно функционировать. Он готов идти в тюрьму и отсидеть всю жизнь. Он готов идти на смертную казнь, только бы его авторитет признали между братвой, между его друзьями, между авторитетами. Друзья, это показывает очень огромную слабость человека. Это всего лишь один из примеров того, как люди сегодня очень редко являются по-настоящему свободными от мнения людей. Вы можете это увидеть, даже если вы проанализируете, друзья, ваше личное сердце. Вот просто самая элементарная ситуация, когда вы входите в общество людей, и вы наперед знаете, что вот это общество вас не воспринимает по разным причинам, но оно просто не расположено к вам. Я могу вас уверить, что эти люди еще не успели ударить вас. Они вам не сделали никакого зла, они еще не успели ничего сказать вам. Но вы входите туда, и у вас уже какое-то напряжение внутри. Это как-то влияет. А вот пришли вы в общество, где все расположены, там ваши друзья, вы точно знаете, что там вас уважают, там вас любят, там вас ждут, и у вас душа нараспашку. Вы намного свободнее себя чувствуете. Друзья, как вы думаете, почему это так? Почему так происходит? Это происходит по очень простой причине. Человек всегда склонен утверждать свою значимость на этой земле. И он не только хочет ее утверждать, он хочет, чтобы она еще была принята другими людьми. Наша культура сегодня пропитана, друзья, этой идеей как никогда. Если вы посмотрите, что происходит вокруг, сегодня растет целое поколение людей, которые очень легко обижаются. Если бы можно было, знаете, такое вот заглавить 21 век, 2019 год, одним словом я бы его назвал offended. Everybody is offended. По-русски, я не знаю, можно перевести, оно даже не переводится, это слово на русский в полном смысле. Это обиженный или оскорбленный человек. То есть сегодня, друзья, общество дошло до такого безумия, что значимость человека и его признание обществом является самой большой ценностью. Если вы работаете где-то на производстве, вы должны быть очень аккуратны сегодня, чтобы как-то не посмотреть на кого-то неправильно, чтобы не поздороваться с кем-то неправильно. Чтобы не сказать ему какую-то неаккуратную фразу. Иначе вас уволят с работы. Я не шучу. Я недавно слышал случай в огромной организации, медицинской организации. Был такой случай, когда человек подошел, или вот член этой партии ЛГБТ, он пожаловался начальству, что кто-то из рабочих на него как-то косо посмотрел. И он говорит, я от него почувствовал какое-то давление. Этого человека сразу сняли с должности и поставили его на пробейсинг, угрожая, чтобы его уволить из работы. Дорогие друзья, мы должны осознавать вообще менталитет общества, в котором мы живем. Может быть, старшее поколение от этого более свободно, потому что они выросли в другом обществе, и у них уже состоявшийся менталитет. Но вот молодое поколение живет в этом обществе очень самоцентрично. Когда человек в центре, и I get offended по всяким разным мелочам жизни, когда вокруг меня не вращается вселенная. И мы иногда недооцениваем, как сильно это влияет действительно на то, как мы вырастаем. И какое место, значимость человека, его принятие со стороны играет у нас в сердце. Даже в христианстве, друзья, я все чаще и чаще наблюдаю картину, как люди не могут просто делать то, что правильно по-библейски. То, что определяет их действие, это не открыть Библию, не сказать, вот так вот Бог хочет, чтобы я поступил. В основном это, как подумает обо мне тот человек, а поймут ли меня люди, а может они меня осудят, и люди просто не способны по-настоящему ходить перед Богом. Я скажу больше, что даже когда христиане могут быть обиженными, когда они переживают какую-то боль в сердце, и мы это видим очень много сейчас, есть возможности для людей выливать все свое сердце на Фейсбуке, на социал-мидиа. Иногда смотришь, человек пришел, и там он написал свой статус, что меня обидели, все плохие люди, и он так и ждет, чтобы там полайкали, чтобы покомментировали, да, вот какие они все плохие. И вот если там будет 30 комментариев, и его в этом поддержат, ему станет лучше. Не от того, что его, как вот можно вернуть, то, что его обидели, а из того, что он все-таки почувствовал, что его еще кто-то воспринимает, что от него еще не все отвернулись. То есть, друзья, вот эта вот, вот эта зависимость, даже в христианах это есть. Я наблюдаю это даже в христианском мире. Мы нуждаемся почему-то сегодня очень сильно от одобрения от людей. Братья и сестры, когда мы с вами смотрим на Христа, мы видим человека, который был абсолютно свободен от манипуляций людьми. Вот образ человека, которого я сейчас нарисовал, друзья, этот человек очень слабый, во-первых, во-вторых, им очень легко манипулировать. Им очень легко манипулировать его состоянием сердца. Будет ли оно сегодня в хорошем настроении или в плохом? Будет ли он испытывать радость или злобу? Обиду или свободу? Потому что он, он очень vulnerable, он очень сильно уязвим. Кстати, братья и сестры, хочу сделать такое некое отступление и сказать, что быть свободным от людей далеко не означает, что человек игнорирует людей. Далеко не означает, что он дерзкий, что он грубый, что он игнорирует. И говорит, и вот есть люди, которые очень грубо относятся и говорят, что I don't care what people think about me. Главное, что меня Бог воспринимает. И это люди, которые далеко не составляют вокруг себя позитивную, любящую атмосферу, которые им просто никто больше не нужен, их абсолютно не беспокоит отношения с людьми. Друзья, вот не об этом идет речь сейчас. Мы видим, как Христос, он хотя бы был свободен от людей, и он проявлял обличение там, где нужно. В то же самое время люди к нему тянулись. Люди окружали его. Он любил людей. Мы сегодня, друзья, говорим о состоянии сердца человека, который в критические моменты жизни не занимается человекоугодничеством. Что такое не заниматься человекоугодничеством? Это ясно знать истину. И если в данной ситуации для того, чтобы мне остаться принятым людьми, мне нужно пойти на компромисс с угождением Бога, я способен делать то, что правильно в глазах Бога, и люди не способны манипулировать мною угрозой своего неприятия. Вот это, друзья, то, о чем мы сегодня говорим. Посмотрите, как это делал Иисус Христос. Это буквально сокрыто здесь в одной фразе, даже в одном слове. Это фраза, что не было лестью в устах его. Знаете, что такое лесть? Более дословно, это не просто ложь. Лесть, вот десит, очень хорошее слово. Лесть, это лукавство или хитрость. В этих словах, друзья, Петр говорит очень много об Иисусе Христе, о его сердце. Вот подумайте, друзья, что такое ложь, и когда люди обычно лгут? Когда они льстят? Когда они начинают лукавить и хитрить? Тогда, когда они не свободны от людей. Друзья, лгут только рабы. Человек лжет тогда, когда ему нужно расположить к себе какого-то человека. Когда он хочет быть другом всем. Когда он хочет создать ситуацию, как говорится, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. И там уже есть вот такие даже специалисты, которые очень хорошо это умеют делать, кривить душой, как мы говорим. Подумайте, друзья, о жизни Христа. И о том, сколько раз он мог просто сказать пару слов буквально. Каких-то мягких фраз. Где-то пойти на компромисс со своими убеждениями, и он бы остался другом, книжниками-фарисеем. Ну вот где-то бы не так строго что-то сказал, не так категорично, не так черно-бело. Вот просто бы где-то бы нашел какую-то серую зону и сказал, ну да, и вы правы, и я прав. Давайте вот как-то найдем точку соприкосновения. Друзья, в вещах, с которыми Христос спорил с фарисеями, там нельзя было находить точку соприкосновения. Там было все очень черно-белое. Христианин, друзья, отличается от неверующего человека тем, что ему абсолютно не нужно это делать. И просто нет необходимости. Ему не нужно сегодня доказывать свою значимость на этой земле. И чем глубже он это понимает, чем больше он понимает свою значимость в Боге, тем глубже он понимает свою ценность в том, как Бог его видит, и тем меньше у него необходимости льстить. Тем меньше у него необходимости производить всякого рода лукавства и быть зависимым от манипуляции людьми. Посмотрите, друзья, как апостол Павел еще раз говорит о себе во втором послании Коринфина. В четвертой главе он говорит, «Посему имея по милости Божьей такое служение мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Вот эта фраза очень часто встречается в этом послании «перед Богом», «мы служим перед Богом», «мы ходим перед Богом». Вот почему, друзья, ему не нужно было прибегать к каким-то хитрым делам, к каким-то скрытым или постыдным, ему не нужно было искажать Слово Божие и идти где-то на компромисс, потому что он понимал, что я совершаю свое служение перед Богом в первую очередь. Друзья, я хочу дать буквально несколько очень практичных ступеней, как научиться такой свободе. Я знаю, что многие из нас, друзья, включая меня, порой, мы нуждаемся, мы не свободны на сто процентов от людей. Мы знаем, что Христос имел преимущество в том, что он не имел греховной природы, абсолютно. Но вместе с тем Писание нас направляет к его примеру и говорит, научитесь у него не прибегать к лести, к лукавству. И все это происходит, потому что мы зависимы от манипуляции людьми. Самое первое, друзья, помните, что за Богом стоит последнее слово. Кстати, здесь тоже он говорит, что он предавал это все судьи правильному. Мы еще об этом поговорим. Но одно, что давало Христу возможность вот так сильно быть свободным, независимым, тогда, когда он знал, что Бог говорит последнее слово. Притча 26 глава, посмотрите, второй стих написано, как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Друзья, если вас сегодня кто-то проклинает, если вас сегодня поносят, если люди злословят, как это было со Христом, и это связано с вашей верностью Богу и Его принципами жизни, и вы проверили свое сердце, и вы точно убеждены, что это несправедливо. Друзья, помните, что Писание говорит, что люди не имеют над вами власти, и то, что они говорят, оно не имеет над вами власти. Бог определяет, ваша жизнь будет благословенная или проклятая, и Бог определяет, это проклятие будет заслуженное или незаслуженное. У Бога есть абсолютные стандарты, друзья, и эти стандарты Он уже нам открыл в Священном Писании. И поэтому, хотя человек может вам что-то сказать, помните, что это имеет очень мало силы, если оно не заслуженное, если оно не имеет никакого веса перед Богом. Только Бог определяет направление вашей жизни. Это то, о чем Петр говорит немножко ниже. Посмотрите, Христос, будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал. Почему? Потому что Он предавал это судьи праведному. Дорогие друзья, предавать Богу вашу ситуацию и жизни означает быть твердо уверенным, что за Богом остается последнее слово и Его оценка событий важнее всего. Иисус однажды говорит, что бояться людей больше, нежели Бога. Это очень неразумное состояние. Посмотрите, Он говорит, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Друзья, сделайте сегодня это вашим убеждением. Несколько раз в псалмах повторяется такая фраза «Господь мне помощник, что мне сделает человек?» «Господь моя надежда, что мне сделает человек?» «Господь моя опора, он мой судья, что мне сделает человек?» Друзья, и подумайте, действительно, самое плохое, что человек может вам сделать, это лишить вас жизни максимум. Но он говорит, Бог, вы с Богом будете иметь дело не только в этой жизни, а с Богом будете иметь дело в загробной жизни. И вот почему Бога нужно больше бояться и ходить перед Ним. Это первое. Второе, друзья, находите вашу значимость в Евангелии. Помните, что за Богом последнее слово? Второе, находите вашу значимость в Евангелии, как я уже сказал, причина, корень страха перед людьми, это утверждение своей значимости на этой земле, что я чего-то стою, и я хочу, чтобы другие люди это принимали. Галатам 6 глава 14 стих, посмотрите, Павел говорит, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Вот в контексте этого стиха Павел говорит о людях, которые противились Павлу и Евангелию, и которые он проповедовал. И там немножко выше, в 13 стихе написано, что причина, почему они противились, потому что они хотели похвалиться перед людьми, они боялись иудеев, они боялись, они не хотели быть гонимыми за крест Христов. И здесь же Павел говорит, а у меня абсолютно другой подход к жизни, я не желаю хвалиться собою, своей плотью или чем-то еще, я здесь не для того, чтобы утверждать свою значимость, он говорит, я хочу хвалиться только Иисусом Христом. Почему? Потому что в нем моя значимость. Друзья, вот эти слова очень ясно говорят о том, где Павел видел свою идентичность. Крест Христа, друзья, раз и навсегда дал определение тому, кто такой Павел. И он знал, что ни один человек не может это у него забрать. Они могут его посадить в тюрьму, они могут ему угрожать, они могут в итоге лишить его жизни, но никто не лишит его идентичности во Христе. Никто не заберет у него его значимость во Христе, то, что он принят Богом, и это для него было самое главное. Вот почему он не боялся людей. Никто не может забрать то, что у него в сердце. Крест Христа, друзья, сделал нас его детьми, и это раз и навсегда определило то, где мы видим нашу значимость. И самое последнее, третье, старайтесь жить ради других людей. Старайтесь жить ради других людей. Если мы хотим идти по следам Христа, так как Петр нам здесь говорит, друзья, если Христос является вот этим примером, вот этим вот образцом, который мы хотим обвести, мы должны ясно видеть его цель на этой земле. Матфея 20, 28, так как Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Друзья, вот почему Христа абсолютно не беспокоило и не беспокоило, что Его не воспринимают в Арисеи. Он говорил, это окей, я же не для этого пришел. Я пришел, чтобы для других послужить, чтобы свою жизнь отдать. Друзья, вот когда человек сфокусирован на себя и что я здесь, чтобы утвердить себя, вот тогда он ночами не может спать. Вот тогда у него все перекручивается и его грызет, и он ищет мести и так далее. Друзья, старайтесь жить ради других людей. Только это даст вам снять по-настоящему фокус себя и понять, как Христос жил, для чего Он жил. Это второе, что мы видим здесь, это свобода от людей. И последнее, третье, что я хочу увидеть в этом тексте, это свобода от негативных эмоций. Первое, мы увидели с вами, это свобода от вины, второе, это свобода от людей, и третье, это свобода от негативных эмоций. Вы знаете, переживая несправедливость со стороны людей, Христос Христос не только был свободен от вины и от греха, Он не только был свободен от манипуляции людей, Он также был свободен от проявления всякого рода внутреннего зла и в частности чувства личной мести. Посмотрите 23 стих, очень важно, написано, будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, перенося страдания от людей, которые сознательно ему причиняли эти страдания, эта боль, Он не угрожал, но предавал то судьи праведному. Вы знаете, друзья, несправедливое страдание всегда связано с чувствами, вы от этого не избавитесь. Чувства это естественная реакция нашей души на жизнь, на реальность, с которой мы сталкиваемся. Человек без чувств это мертвый человек. Чувства у нас всегда есть и мы не можем просто их обрезать, мы не можем просто сказать так сегодня, я ничего не буду чувствовать. Друзья, Христос является наилучшим абсолютным примером, как быть свободным от греховных и негативных чувств во время переживания несправедливости. Вы знаете, способность контролировать свои чувства, вот я знаю, некоторые люди говорят, что я не могу, сердцу не прикажешь. Многие думают, что они реально не могут иметь контроля над своими чувствами. Но вот Писание, друзья, говорит абсолютно об обратном. Способность контролировать свои чувства это одна из наивысших ценностей характера человека. Я думаю, вы встречались с людьми, которые не могут контролировать свои чувства, и вам было очень страшно с ними разговаривать, вам было очень неприятно. Этот человек абсолютно не владел собою. способность контролировать свои чувства, друзья, это один из самых больших индикаторов духовной зрелости человека. Неважно, какой пост человек не занимает, если он не способен контролировать своими чувствами, это духовно незрелый человек. Если он вспыльчивый, если он не владеет собою. Посмотрите, что Библия об этом говорит. Притча 25 глава, 28 стих, что город разрушенный без стен, то человек не владеющий духом своим. Что город разрушенный без стен, то человек не владеющий духом своим. Нам сегодня очень сложно понять, о чем идет здесь речь, потому что у нас тут все города вроде бы без стен. Друзья, но в то время у каждого города были свои стены. Для чего эти стены нужны были? Для того, чтобы оберегаться от нападающих врагов. Вокруг было очень много кандидатов, чтобы завоевать этот город, чтобы получить эту территорию. И вот он говорит, что если у человека или у этого города не было стен, то это абсолютно открытый доступ во внутрь города. Заходи, бери что угодно, что хочешь, все твое. Абсолютно нет никаких ограничений. Друзья, так вот Соломон за свою жизнь сделал очень мудрое наблюдение. Он сказал, человек, который не владеет собою, не владеет своими эмоциями, своим внутренним миром, это человек, который крайне уязвим. Это человек, который впускает в себе сердце всякого рода людей, чтобы они могли манипулировать им. Ему очень легко испортить настроение, другим людям очень легко повлиять на его радость, на его любовь, на его отношения с людьми. Это крайне уязвимый человек. Когда речь идет о несправедливых страданиях, человек, не владеющий духом, друзья, этим добавляет себе страдания во много раз. Подумайте логично. Я знаю, что не всегда мы в момент, когда мы испытываем эмоции, мы думаем логично, мы думаем естественно. Есть даже такое понимание «Am I acting or am I reacting? I can act or I can react?» И вот здесь очень, я не знаю, как это перевести на русский язык, оно будет неправильно звучать. Но я могу или действовать, или реагировать, если можно так сказать. Так вот, друзья, действие, оно исходит из сознания того, что правильно. Я знаю, что правильно, и вот сейчас я буду делать то, что правильно. Представьте себе, друзья, ситуацию, о которой говорит здесь Петр, слуги, господа, я уже говорю, что в наше время это рабочие и работодатели. Вот представьте, друзья, вас на работе, ваш начальник в чем-то несправедливо обвинил. Сказал, что вот этот проект, Владимир, все из-за тебя, вот ты опоздал, ты не сделал, и ты внутри точно знаешь, что да подожди, это же не я, это же, ну реально, это вот тот человек, да, вот, и ты попытался своему начальнику вот объяснить спокойно, с любовью, то, что ну нет, это не моя была вина, но вот начальник тебя не воспринимает, он не хочет тебе поверить, вот он идет на митинг перед всеми своими боссами, и он говорит, вот из-за этого человека мы потеряли 500 миллионов долларов, вот, и давайте это высчитаем там из его зарплаты, вот, и вы пойдете, ну не все 500 миллионов долларов, давайте дадим ему какой-то там штраф, и вы можете представить, да, вы возвращаетесь на работу, все вокруг на вас смотрят очень косо, не доверяют вам, потеряна репутация и так далее, то есть, всякого рода несправедливое страдание, абсолютно незаслуженное, друзья, и вот, казалось бы, уже сложная ситуация, уже есть о чем плакать, ну вот, вы идете домой, и вы еще продолжаете испытывать или нагнетать в себе чувство ненависти, злости, и как этому начальнику отомстить, вот, к саможалости, кстати, очень-очень огромная реакция, которую очень часто люди думают, что оно поможет им, огромнейшая пропасть, в которую дьявол загоняет нас, это чувство саможалости, мы даже иногда можем испытывать какое-то удовольствие от саможалости, и вот, как-то enjoy it, и вот, как со мной поступили, вот, как они могли, друзья, и в этом цель действительно дьявола, и подумайте, что вы сейчас к вашей проблеме, уже состоявшейся, добавляете еще только больше и больше проблем вашими эмоциями, потому что ситуация никуда не денется, она уже была, ее уже нельзя изменить, друзья, у неверующего человека у него возможности нет, у него только можно поступить по-человечески, это злиться, обижаться, искать мести, у верующего человека, друзья, есть абсолютно другая реакция, он может быть подобный Иисусу Христу, и контролировать свои, свои эмоции, посмотрите, друзья, как Христос сталкивается с наивысшим уровнем эмоционального давления, написано, будучи злословим, он не злословил взаимно, греческое слово, которое переведено здесь как злословие, это очень обширное слово, оно имеет очень обширный спектр значения, это может быть насмешки, это может быть просто клевета, это может быть поношение какое-то, издевательство, есть в английском такое понятие как verbal abuse, вот всякого рода вербальное какое-то насилие входит вот в это слово, в злословие. Если вы будете честны и посмотрите на свою жизнь, друзья, то я могу вас уверить, что вы согласитесь, что иногда легче пережить побои палками, иногда легче пережить физические страдания, чем вот именно злословие и поношение от людей. Вот что-то связано вот с этой категорией поношения, злословие, что принищает очень-очень сильную боль в душе человека. Так вот, Христос, друзья, сталкивался с вот этим verbal abuse очень-очень много. В его адрес летела всякая рода грязь. Кроме того, друзья, подумайте, написано страдая, он не угрожал. Страдая здесь имеется в виду физическую боль, которую ты принимаешь или получаешь от людей, которые, ты точно знаешь, они это сознательно делают. Вы знаете, есть люди, которые причиняют нам боль, но они это нечаянно делают. А есть люди, которые враги, гонители, как Писание называет их, они это сознательно, специально, они хотят вам сделать больно. Так вот, посмотрите, и Христос, написано, он не угрожал. Что это означает? Если вы подумаете вообще, как себя чувствовал Христос, вот представьте себе, да очень часто, когда нас бьют, или не знаю, кто это испытывал из нас, когда вас реально били, но очень часто мы не имеем контроля, мы не можем выйти из этой ситуации. Если бы мы могли, мы бы уже сдачу дали. Обычно так люди думают, что если меня бьют, это означает, что я не могу сдачи дать. Христос, друзья, мог дать сдачи, еще какой сдачи. И он говорит, я могу сейчас созвать легионов ангелов несколько, и они все тут истребят. Я могу сойти со креста, я могу прекратить свои страдания в любое время. С другой стороны, он понимал, что ему нужно было пройти страдания, друзья, потому что он любил человечество, он хотел за нас умереть. Но вы знаете, даже это можно было по-другому пережить. Можно было бы угрожать. Например, представьте себя, у вас есть точное откровение, что вот этот человек, который сейчас вас бьет, он через несколько лет придет и покается вам в ноги. И вы вот страдаете вот с таким вот чувством радости или удовлетворения, что ага, вот ты сейчас меня тут бьешь, ты меня распинаешь, ты мне причинаешь всю эту боль, давай поговорим через несколько лет. Когда я приду в своей славе, и когда я буду, когда мне Отец передаст весь суд, и когда я буду тебя бросать в озеро огненное, вот потом поговорим. И как-то внутренне ждать этого, как-то быть, находить в этом удовлетворении, рисовать перед собой картину отомщения. Друзья, Христос абсолютно, вот что означает, что Он не угрожал, Он не говорил, встретимся на суде с вами. Друзья, Он абсолютно свободен от этого. Мы знаем, что Он делает на кресте, Он делает абсолютно противоположное. Луки 23, глава 34 стих. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Братья и сестры, вот это идеальный портрет, идеальный портрет по-настоящему сильного человека. Я не могу найти нигде в мире, ну, естественно, это идеальный человек, но подумайте, сколько раз вы вообще встречали в жизни людей, я могу их сосчитать на пальцах. Очень мало людей я встречал по-настоящему сильных, которые способны вот такую проявлять реакцию и иметь такую свободу от негативных эмоций во времени справедливого отношения к ним. Посмотрите, 23 стих. В конце этого стиха мы читаем то, каким образом Христу удавалось это делать. Что давало Ему такую эмоциональную свободу? Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Братья и сестры, хочу подчеркнуть очень важную идею или очень важную мысль, что Иисус Христос, не воздавая злом за зло, Он не игнорировал неправильное положение или действия этих людей. Это не означает, что Ему абсолютно не важна справедливость. Очень часто мы думаем, что если я не отреагирую, это означает, я закрываю глаза на справедливость, а Бог-то любит справедливость. И вот мне нужно делать то, что справедливо, потому что Бог любит справедливость. И Он воздает за зло, и я должен воздавать за зло. Друзья, Христос абсолютно не игнорировал поведение своих врагов. И то, что Он не воздавал им на этой земле, абсолютно не было знаком того, что Он не желал справедливости. Друзья, тогда, когда мы не добиваемся справедливости на этой земле, это не означает, что мы не любим справедливость, это означает, что мы доверяем Богу, который совершил эту справедливость в правильное время и в правильном месте. Проблема получается тогда, когда, желая справедливости, мы требуем, чтобы она совершилась здесь, сейчас, и всю минуту, и на моих условиях, и в форме, которую я хочу, чтобы она проявилась. Мы хотим отомстить за себя, мы хотим воздать за себя, но на самом деле, друзья, желать справедливости – это неплохо. Мы должны желать справедливости, мы должны ненавидеть грех, мы должны ненавидеть злые поступки в наш адрес, не потому, что они в наш адрес, а потому, что они идут против Бога. Любой грех – это восстание против Бога. Но, друзья, в конце концов, мы поклоняемся всемогущему, праведному и справедливому Богу, который не потерпит ни одного греха, чтобы он прошел незамеченным. Друзья, каждые грехи, которые вы можете представить, миллионы, миллиарды, триллионы, если хоть один из них пройдет мимо святости Божьей, ненаказанным, Бог несправедлив. Рухнет весь характер и репутация Бога, как праведного и справедливого Бога. И поэтому Бог наказывает грех либо в аду, либо во Иисусе Христе. И у каждого человека сегодня есть возможность либо покрыть свои грехи жертвой Христа, либо сделать так, чтобы Бог вас накажет, справедливый Бог, за ваши грехи, и вы будете нести эту ответственность всю вечность в озере Огнена. Друзья, одно мы знаем точно. Я хочу, чтобы мы жили этой уверенностью, чтобы мы ушли с нею, что даже Христос, даже праведный Бог во плоти, любящий справедливость, Он не желал возмездия сейчас, в данную минуту. Он доверял Отцу этот процесс. Римлян 12 глава, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано мне отомщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден на данный момент, в данной истории, в данной точке, не ищи, чтобы отомстить ему, накорми его. Если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Дорогие друзья, любая ваша реакция, допустить зло в ваше сердце, помните, что это уже проигрыш, вы не победили это зло, вы были побеждены этим злом. Но Он говорит, единственное, как вы можете победить зло, быть настоящими, сильными, побеждающими людьми, это воздавать добром. И помните 15 стих. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Друзья, только через такую реакцию вы сможете быть настоящим инопланетянином в глазах ваших неверующих сотрудников, ваших неверующих членов семьи, ваших неверующих, может быть, соседей, друзей в колледже. Друзья, я хочу, чтобы мы сейчас могли с вами помолиться. Помолиться, друзья, и посмотреть в свое сердце. Самое главное, я хочу сказать, что те из нас, кто еще не знают Христа, кто не находится в мире с Ним, друзья, помните, что у Бога есть отомщение. И вам не нужно сегодня ожидать Божьего суда, вам можно быть покрытым жертвой Христа. Он уже наказал в Иисусе Христе ваш грех, если вы покаетесь в Нем. Ко всем остальным из нас. Я хочу, чтобы мы проверили свое сердце, друзья. Способны ли мы быть свободными? Переживаем ли мы несправедливые страдания? И являются ли они поистине несправедливыми? Может быть, они заслуженные? И тогда нам нужно искать пути, как избавляться от тех грехов, которые вызывают эти страдания. Свободны ли вы от людей? Видите ли вы свою достаточность и свою значимость в Евангелии, в жертвах Христа? И третье. Способны ли вы от негативных эмоций? Друзья, негативные эмоции взращиваются правильными убеждениями. И одно из убеждений, о которых мы говорили, если вы будете глубже и глубже знать, что грех в итоге будет наказан, все неправильное отношение к вам будет однажды наказано, и вы доверите это Богу, вы освободитесь от негативных реакций. Потому что у вас уже не будет нужды в том, чтобы искать этой справедливости. Потому что всякий раз, когда есть негативные реакции, друзья, это боязнь, это страх, что этот грех сейчас, это отношение произойдет, и человеку просто это сойдет с рук. Он просто уйдет чистеньким и беленьким, пушистым. Друзья, не ищите, не переживайте об этом. Любой грех человека. Бог этим разберется. Вы беспокойтесь о вашем сердце, чтобы вам жить жизнь достойно вашего звания, чтобы вы могли влиять на окружающий мир. Аминь. Давайте встанем и помолимся по группам об этих нуждах, и я потом закончу. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Аминь. И все того, Христос, нашли душе водой, нашли душе водой. И все того, Христос, нашли душе водой. Аминь. 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 И знаете, я так думаю, понимаю, что любой из нас далеко не дотягивает и близко не дотягивает до того, чтобы как-то сравниться с Христом. Мы могли бы найти пример какого-то человека из нас, кто мог бы послужить для нас примером. И это, в принципе, правильно написано в Писании, подражайте наставникам вашим, это все хорошо. Но подражать Христу вот тогда, когда мы помним о Христе и подражаем Христу, знаете, что самое важное происходит? Самое важное, я скажу, происходит, а Бог прославляется. Самое важное, самое необходимое, самое ценное – это то, что Он прославляется. Это то, что нужно. И то, к чему мы призваны – это прославлять Его. Благослови нас, Бог, в этом. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя еще раз за Евангелие, за послание Петра, за то, что через это послание Ты еще раз учил нас, Господи, учил нас этим важным истинам. Истинам о том, что Ты являешься этим действительно очень ярким, очень ценным образцом, примером того, как реагировать в наших ситуациях в жизни. Господи, они далеко не доходят до того, через что Ты проходил. Ты проходил через действительно самые несправедливые обстоятельства, Господи. И наши обстоятельства, они несравнимы с тем, Господи, они очень легкие. Но мы просим Тебя и в наших ситуациях учи нас, Господи, подражать Тебе. Учи нас, Господи, видеть Тебя первым примером и через это Тебя прославлять. Благодарим Тебя еще раз и просим, Господи, останись в наших сердцах, в нашем создании. Руководи нами, Господи, на протяжении этой недели. Да будет имя Твое благословенное и прославленное. Аминь. Продолжение следует...